Этот выпуск мы полностью посвятим российскому авторынку, на котором сейчас происходит нечто невероятное. Из-за глобального дефицита микрочипов конвейеры многих автозаводов замедлились или остановились, а дилеры, испытывая недостаток товарных машин, давно забыли, что такое рекомендованные производителем цены. По сути, дилерская наценка — это добровольно-принудительное доп. оборудование по удивительной цене. За антикоррозийную обработку днища нового внедорожника могут попросить сумасшедшие 500 тысяч рублей, а за обработку кузова керамическим покрытием — еще 900 тысяч. Впрочем, не хочешь — не бери. Увы, берут. Согласно данным агентства «Автостад», в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на четверть, впервые превысив 2 миллиона рублей. С учетом дилерских накруток удорожание достигло 40%. Такому возмутился даже вечно спокойный Минпромторг. Источник в министерстве высказал агентству ТАСС идею законодательно ограничить максимальную дилерскую наценку. По замыслу, автосалоны смогут накручивать не больше 10% от стоимости машины. Вот только инициативу своих подчиненных пресек лично глава министерства Денис Мантуров. По мнению чиновника, нормативно закреплять ограничения по наценкам на автомобили для дилеров сейчас нецелесообразно. Может и правильно? Ведь пока чиновники будут готовить необходимые бумаги, кризис рассосется. И рука рынка сама восстановит справедливость. Кстати, некоторым дилерам торговать сейчас банально нечем. Так, УЗАУТОМОТОРС приостановил прием заявок на поставку бюджетных моделей Chevrolet узбекского Spark'а, а также Nexii и Cobalt'а, которые крупными узлами собирают в Казахстане из компонентов, присланных из Узбекистана. Причина паузы – в логистических сбоях и нехватке микрочипов. Возобновить полноценную работу салоны обещают только 1 февраля. Тем любопытнее другая новость. Конвейер калужского завода PSMA не просто работает, а даже выдает машины на экспортные рынки. Так в Калуге собрали первый фургон Peugeot Expert для Западной Европы. Перед этим экспериментальная партия машин была отгружена немецким дилерам. Минувшей весной под Калугой начали выпуск турбодизелей 1.6, а еще калужская площадка наладила сборку механических коробок передач. И эти агрегаты также будут экспортироваться.